До Нового года остался всего месяц и грибной сезон давно позади. Однако в лесах Морел продолжают пропадать люди. Так, на прошлой неделе, 25 ноября, в половине четвертого вечера, на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигнал о том, что в Волжском районе во время прогулки заблудилась 43-летняя женщина. На место происшествия выдвинулись спасатели Волжской аварийно-спасательной группы. Прибыв на место, спасатели оценили обстановку, встретились с родственниками и совместно с родственниками обследовали район предположительного местонахождения женщины. Женщина была найдена в 18 часов и передана родственникам. Жители региона продолжают обогащать кошельки телефонных мошенников. За прошедшую неделю 10 человек стали жертвами интернет-аферистов и потеряли в общей сложности почти 3 миллиона рублей. Все потерпевшие, а их возраст от 23 до 65 лет, попались на одну и ту же мошенническую схему, когда неизвестный по телефону сообщает, что на них якобы оформлен кредит, и третьи лица пытаются похитить их сбережения. Во всех случаях эферисты, войдя в доверие, получили от беспечных граждан информацию о банковских картах, коды из СМС-сообщений и похитили все денежные средства. На пожарах в Мариел продолжают гибнуть люди. Так, 24 ноября в одном из сел Куженерского района в собственном доме сгорел 80-летний мужчина. Очевидцы вызвали спасателей примерно в половине шестого вечера, когда увидели густой дым, который валил из-под крыши кирпичного здания. Пожарные проникли внутрь дома и успели вынести газовый баллон до того, как он взорвался и потушить открытый огонь. Еще один пожар с трагическими последствиями произошел в пятницу 26 ноября в селе Сидельниково Звениговского района. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил на пульт дежурного в начале 8 утра. В нем проживал 79-летний мужчина. Утром хозяйка обнаружила закопченные окна в доме дедушки. Она незамедлительно вызвала пожарных, сообщила о происходящем мужу. Вместе они попытались зайти в дом, где присутствовало сильное задымление. Прибывшие огнеборцы оперативно обнаружили и ликвидировали очаг пожара. Горел матрас, на котором было найдено тело пожилого мужчины. Материалы дела переданы в следственный комитет. Причина пожара – неосторожность при курении. К дорожным происшествиям. За прошедшую неделю на территории республики произошло 9 ДТП, в которых 13 человек получили травмы и один погиб. 25 ноября на загородной трассе в Звениговском районе в аварии пострадали сразу 4 человека. 67-летний водитель отечественного внедорожника выехал на встречку, где столкнулся с Хондой под управлением 63-летнего мужчины. В итоге получили ранения водители и пассажиры обеих машин. В субботу, 27 ноября, в Маркинском районе пьяный водитель на трассе насмерть сбил 19-летнего пешехода. На первом километре автодороги Шарунджа-Шлань Маркинского района 25-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомашиной Мазда, совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительным данным, двигался по проезжей части в опутном направлении движения транспортного средства в темное время суток без световозвращающих элементов. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В этот же день в Ишкар-Але на перекрестке улиц Советская и Хасаново столкнулись сразу три машины. По предварительной информации, 44-летняя автоледи Норино не уступила дорогу и протаранила Киа и Хюндай, которые ехали по главной. В результате травмы получили водитель и пассажир пострадавших авто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова